Добрый день, друзья! Недобрый день вам, мне, дорогие! В силу профессиональных обязанностей отслеживаю телевизионные рейтинги и не мог не обратить внимания на впечатляющие цифры проекта НТВ под названием «Мастер и Маргарита». Это позиционировано было как совместное интервью Тиграна Киасаяна и Маргариты Симоньяна. Отсмотрел. Нет, это не совместное интервью. Кстати, первое и, по-моему, единственное совместное интервью Киасаяна и Симоньяна записал в свое время я. По дружбе они согласились лет пять назад. Так вот, это «Мастер и Маргарита» – это просто достаточно крепкая документалка, в основе которой беседы с Тиграном Киасаяном. Я оставлю здесь отрывок, который мне приглянулся, чтобы два раза не вставать, отрывок из нашей беседы, которую я плюнул 19-го года. На этой неделе президент подписал закон о конфискации имущества за клевету и наветы на нашу армию. Правильный закон абсолютно. Кому-то хорошая новость, кому-то последний звоночек. Есть такая подонок законченный, Пархомент. Работал на радиостанции одной, которая признана иногеном. И много других, которые здесь зарабатывают, у них есть аффилированные бизнесы и все остальное. А живут там и обсираются на оно, поливают помои. Ну, объясните мне, как это? Это нормально? Мне кажется, нет. В Соединенных Штатах почетное звание иногент сразу пахнет тюремным сроком. А у нас это всего лишь слово, похожее на сигнал. Внимание, грязно, не прикасаться. Ну, и что назвали иногентами? Ну, у них иногенты. Так мы же давно уже не в России. Что нам иногенты? Преподавать мы и так не преподаем. Деньги в России не зарабатываем. Но наши бизнесы и наши квартиры приносят нам деньги. Чтобы мы с утроенным энтузиазмом мешались дерьмом, жидким таким дерьмом, их роде. На Розине воздух стал чище с тех пор, как иногенты бросились в эмиграцию. И там стали стыдливо называть себя релакантами. Мы же говорим об этой элите, которая формировалась много лет. Треть века. Треть века. Элитка эпохи 90-х с демократическими ценностями в условных единицах или в криптовалюте. Ну, предатели. Они, может быть, по воле судей предатели. Или так звезды встали. Или по необразованности. Или не понимают, что, сказав, вот это ты предал страну. Есть такие тоже. Да поверьте. Там каша в головах у большинства. Ну, есть осознанные мрази. Да, типа, то ли белого. После начала военной спецоперации бывший муж Марины Голуб, Анатолий Белый, вспомнил, что он вайсман. Проник в Израиль и теперь вот так вспоминает Россию, которая дала ему все. Я хочу закрыть Россию. Она на сегодняшний день, это просто какая-то опухоль. Я бы, если бы там было, я бы их закрыл просто, вот, да, эту страну железным забором с колючей проволокой. Да, это такие осознанные мразоты. Но еще раз повторяю, слава богу, в их рядах, как бы они про себя не думали, нету ни Бунина, ни Рахманинова, ни даже Сергея Довлатова. Что значит даже? Даже ни одной страницы, ни одной ноты, ни одного такта нету. Ни у этих композиторов, ни у этих писателей. А это значит что? Что мы освободились от шлака. От шлака. Вот и все. У Тиграна своя правда и свое отношение к войне, которую беглые крысы не замечали почти 8 лет. Собрать в кучу, посадить в автобус и повезти туда. Ходим, разговариваем, общаемся. Молча стоим на аллее. Идем в больницу, в которую была разнесена родильное отделение. В 15-м, не то в 16-м. У нас лежало и лечилось мирное население, которое никогда в жизни в руки не брало оружие. Взяли из-за больницы, начали бомбить дома у этих пятиэтажных. Смотрим главврачу, который случайно выжил. В глаза. Задаем вопросы. Не поняли, да? Ну, кто не понял, когда? Просто гражданский утюжили. Утюжили. И не то слово утюжили. Градами. Вот я вам покажу фотографии. Грады вот такие. Лежали, понимаете, просто градами. Это был откромешный. Приносили людей на одеяло, на подручных средствах. Кто-то ехал, походка лековые машины. Подбирали людей, которые ранены были вдоль дороги на рынке. Стояли в очереди за молоком. Пришли купить хлеб. Донбасс. 2021 год. Тигран и Маргарита приехали на войну, которой для всего мира как бы и нет. Оттуда шли танки, чтобы танки не оказались в городе. Собственно, они вошли в город. Люди не стали расстреливать уже из танков. Пришлось раздвигать. В 7 километрах от Донецка мертвый поселок. Ни одного человека, никаких признаков. Все окна выбиты. Горы мусора. Все люди, которых мы встречаем в городе, они все говорят, что после такого, после такого, а как мы можем жить вместе? А как мы можем это простить после вот этого, всего вот этого? Я все время хочу этих наших не очень умных и не очень образованных моих коллег по-мирному, без мата-перемата. Это многих я знаю лично, как вы говорите, практически большинство. Ну, совсем молодняк не берем. Вот собрать и сказать, вот когда нет войны, нет войны, нет войны. Ребят, со мной съездим туда. Ну, съездим на 5 дней. И ребята поехали. Горестные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. И они все переехали почему-то на Кипр. Они в Цахал вошли, понимаете, чтобы побоевать за новую родину. Винтовку мне к шевелению не дадут. Я выяснял. Хотя я очень неплохо стреляю. Если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Я не воспринимаю людей, которые с дерьмом мешают или пытаются с дерьмом мешать мою страну. Ну, я даже не говорю поступки и все остальное. Я не хочу с ними разговаривать. Ты сначала понеси из своего... Вот отказались, суд решит, тебе дать 26 лет, там, скажем, или 12, или 8. Ты отбыл, все, ты отдал государству долг за свои слова, за то предатель, сядем поговорим. Вот так я отношусь. У меня нет никакого отношения ни к Примадонне, ни к Максимке. Для вас это предать. Ну, а для вас? И для нас. Это отец... А для кого не предательство? Если человек донатит врагам, с которыми воюют твои сограждане. Я даже не говорю про слова. Просто донатит. Все, это поступок. До свидос. И наагент Галкин напрасно думал, что он, как за каменной женой. Пугачева приезжала похлопотать в высоких кабинетах. Думала, порешает вопрос у Бигалкина, одной левой. Но не порешала. Это тоже показательная история, что не прошло. Не проехал. Вопрос заключается в другом, что... Мне другое попугило. Видите, Индонезия высылает и не позволяет, да, Би-2 там или кому-то там, из-за того, что они обзирают Россию. А Дубай запрещает въезд Моргена, Моргенштерна и штрафует на 2,5 миллиона рублей, но в русских деньгах Галкина, за оскорбление России. Что у нас происходит-то? Ну, я просто хотел бы понять. То есть Индонезия и Дубай больше уважают нас, чем наши какие-то органы по отношению к людям, которые здесь находясь, немножко помешивают с дерьмом Россию. Правда, говорят, что именно по нашим заявкам, по запросам, это было сделано. То есть, как бы, если это по нашим, это вообще замечательно. Значит, мы начали работать и обращать внимание именно на этот внешний контур. Есть и такая идея. Если это так, это вообще правильно, и снимаются все претензии. Предыдущие, потому что, как мне кажется, так и есть. Так это или не так, но факт остается фактом. Поуехавшие так хотели отменить во всем мире Россию, что в итоге могут отменить их самих. В Россию обратной дороги нет, а за границей они использованные пропагандисты. Хорошие русские, мертвые русские, все вот это вот. И кроме того, это существенным образом деморализует всю демократическую российскую общественность, которая как бы с самого начала на стороне демократии и Украины. Телефонный развод и на агента Акулина Чхартишвили стал его явкой с повинной. Вы же согласны, что обстрелы Крыма, обстрелы остальных регионов России, это обоснованно? Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем. А это уже и на агент Улицкая дает показания на саму себя. Книги, вот они там еще и сдают ваши в России или они как-то... Книги пока и сдают. Магазины продают запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. А, извините, а вот гонорары на них вы как кому-то отправляете на множество на ВСУ или... Потому что я же боюсь, что деньги идут на налоги в Россию и также финансируется, даже через ваши книги финансируется вот это СВО так называемое. Мои гонорары идут на Украину. А России, они нужны? Нужны их, когда они захотят вернуться сюда просто для того, чтобы зарабатывать бабки? Просто для того, чтобы зарабатывать бабки? Нет, не нужны для зарабатывания денег. И власть должна показывать... Флажки ставить. Вот сюда больше нельзя. А вот если ты сюда пойдешь, расстрел. А сюда пожизненное. Нельзя никому пытаться бить, обижать, ну, обижать инвалида, пришедшего со СВО. Вот это надо маркерить, это очень четко надо показывать. Что это они, элита, и неважно, какой у них бэкграунд, что там за дольше, до того было. Разберется в мирной жизни. Мы все разберемся. Но так как они герои, они являются элитой. Ни киноведы, ни режиссеры, ни телеведущие, ни художники театральные, ни они, ни бизнесмены. Специальная военная оператория вашего движения совместно закончится где-нибудь, я не знаю, в столице бюро Книгадоров, где-нибудь в Лос-Анджелесе, где, как известно... Нет. Нет, вы не видите себя. Закончится, иметь в виду, как жить? Да, да, что вы перейдете в Лос-Анджелес, будете снимать там кино. Я уже проходил, полтора года жил, нет. Не покатил? Не, ну, что там армянская община. С большой долей вероятности не зададите. У Маргариты очень понимаю. Ну, то есть, у некоторых это получается... У некоторых, да, это правда. Есть люди, там сложно сказать, сколько их процентов, у которых это получается, безболезненно и замечательно. Ну, я скажу, для большинства людей это пытка. Это пытка. Это... Ну, это же никто не придумал, да, такие высокие слова, как ностальгия. Помните, у Цветаева, «Таска по родине, давно разоблаченная Марокко». Ну, и далее по тексту. У Георгия Иванова... Вот, я, кстати, прочитаю. Замечательные совершенно стихи, вот, которыми все сказано, да. «Мне больше не страшно, мне томно. Я медленно в пропасть лечу, И вашей России не помню, И помнить ее не хочу. И не отзываются дрожью Банальной и глупой тоски, Поля с полосящейся рожью, Березки, дыньки, огоньки». Эти люди, которые уезжали, и многие из тех, кто уезжает сейчас, в итоге всю свою жизнь оказываются несчастливы. Несчастливы. Это невозможно для... Я не говорю, что для всех, но для многих людей это невозможно пережить. Вы посмотрите на огромное количество потомков нашей эмиграции, которых родители воспитывали все равно русскими. Это смешно, конечно, что я это говорю, чистокровная армянка, да, но тем не менее. Все равно русскими, в любви к этим березкам, которых они никогда не видели. И вот они уже в третьем, четвертом поколении вроде бы французы, да, они с очень милым, грассирующим акцентом говорят по-русски, они рыдают над самоваром, они приезжают сюда и там со слезами стоят где-нибудь под той же березой. Я-то как раз прошел через эту историю. Я тоже пытался уехать, не смог. Я уезжала, я училась в Америке в школе, я не смогла, я вернулась и ни одного дня не пожалела. Да смешного! Мне и в Москве тяжело жить. Климатически? Климатически, да, очень тяжело. И только климатически. Да, я же с юга, и вот если я долго не бываю дома, вот на Кубани, в Сочи, если я не бываю долго, ну вы будете смеяться, я натурально выезжаю, выхожу около какого-то поля подсолнуха, стою и плачу, в прямом смысле слова. Куда уж говорить о том, чтобы уехать в какой-то Голливуд? Я повешусь просто на оси. Это правда, люди удивляются. На самом деле. Нет, ну у некоторых, вот этот Тодоровский уехал, он живет все прекрасно. Ну разные же есть люди. Валера, Валера, есть разные, есть люди, которые привязаны к местам, есть люди, которые не привязаны. Так вот почему титры из карточного домика. Я теперь понял. Ну Валера, молодец. Вот это, кстати, очень интересная история, что я все время привожу вас в пример как носители классических, рестоматийных носителей русскоязычного менталитета. То есть, кто у нас русские, это эти армяне, да. Удивительная история, потому что вот на каком языке человек думает, вот те, кто думает на русском языке, они и с русским, есть такое определение. Ну мало того, что думают, мы же еще и родились здесь, и выросли, а у меня мои парабабушки и прадедушки здесь родились. Я тебе больше жесть скажу, я в отличие от Маргариты даже больше советский человек. Я говорю о географии. Я говорю о... Советский Советский. Понимаю, да, о том, что это ощущение, что я себя чувствовал дома в Киеве, в Ташкенте, в... Вот в Прибалтике никогда не чувствовал себя дома. Там, не знаю, в Каджикистане, в Ереване. Я искренне не могу понять обращать. Сейчас меня многие там поколения, родившиеся в 90-е, он вообще не поймет. И в конце 80-х надо говорить, ну ты же родился, ты там армянин, как ты можешь, ты же армянин. Я говорю, вы понимаете, какая ерунда? Я армянин. Ну я советский армянин, понимаете, да? Это все одна страна. Вот потом три человека, не спросясь, в не очень трезвом состоянии, решили, что этой страны больше не будет. Меня не спросили, например, хотя я был уже тогда голосовать мог по возрасту, как и ты. Нас не спросили. И решили, что теперь вот так странно. Вот теперь много стран. Совершенно был озадачен вашей перепиской с Тинатин в Кандераке. Она когда увидела Тиграна на улице, написала это. Зина, когда и Салийская. Не помните? Да, да, да. Нет, это просто стало темой для публикации в СМИ. Вот зачем это нужно, Тинатин, я понимаю. Ну вот вы вот там спрашивали, я не знаю, что такое патчи. Я, кстати, до сих пор не знаю, что такое патчи. Но то, что вот вы обсуждаете с подругой, вот эти вещи в публичном пространстве, это часть работы или это просто вы про это и не думаете, когда отвечаете на поставленный вам в сети вопрос, вы в сети отвечаете. То есть, вы... Мы живем в таком пространстве, что у нас очень мало чего есть непубличного в общении с большинством людей, с которыми мы общаемся. Есть узкая-узкая часть самых-самых близких и родственников, с которыми можно что-то обсудить и понимать, что это останется непубличным. Все остальные люди, друзья, приятели, знакомые, что ты общаешься у себя на кухне, что ты общаешься в Телеграме, что ты общаешься в Твиттере, это одно и то же. Через три минуты все будут знать все. Поэтому эта грань стирается, и мне все равно написать Тине там, когда ты последний раз пила вино, допустим, в СМС-переписке или в открытом пространстве, потому что это все все равно все эти отношения, вообще все становится публичным. Это раз. Второе, конечно, это приносит аудиторию. Когда я уйду с работы, я вам торжественно обещаю, что я вообще не буду писать никого, ничему, наверное, год не буду участвовать ни в чем. А так я как медиаменеджер, как было сказано выше, обязаны думать об аудитории, в том числе своей, а не только тех медиа, которые я возглавляю, потому что это, безусловно, отражается на аудитории медиа. Ну вот ваше высказывание в соцсетях иногда становится, ну почти всегда они становятся резонансными, но иногда прям вот какой-то вызывают шквал комментов. Я помню вот пост, который лично меня очень растрогал о том, когда к вам приезжала скорая помощь домой. И мне очень понравилось. Ты курс? Распробовал. У меня да. Мне показалось, ну то есть вот, мне тоже показалось, что это было... А реакция была очень разная, скажем, это у кого реакция? У кого реакция? Троллю кого-то или перебрасываю стиной какой-то ерундой про патчи. А если вдруг это была ночь, у меня заболел ребенок, да, и как-то вот я вдруг открываю зачем-то частичку действительно своей души, ко мне приезжает скорая помощь, и мне очень больно смотреть на этих людей, потому что они мало зарабатывают, они плохо одеты, и мне становится стыдно там за свой бухдубовый паркет, как будто я это украла. Хотя понятно же, что я это не украла. Я давным-давно работаю, я и Тигран, на высоких должностях. С хорошими зарплатами, у нас и бизнес свой и прочее. Ну хейтеры из этого напишут. У нас давно-давно уже не советский салют. Хейтеры напишут, да, конечно, украла. Ах ты такая-сякая, да? Люди, которые настроены... Не то, что вы украли, а какой там... А какой там... Там посыл, мне кажется, основное недоумение заключалось в том, что вы работаете на канале, вы возглавляете канал, финансируемый государством, на который идет, ну, какая-то часть бюджетных денег, которая могла бы идти... Нет, нет, нет. Там посыл бы не такой. Там посыл был с подачей всех наших оппозиционеров, для которых это работа, что, ну, а что, конечно, украла, вот и у них все украла и так далее. Ну, это показалось, что... Нет, там посыл был один. Почему она жалуется о том, как плохо это самое выглядят врачи, если врачи выглядят именно потому, что есть такой режим, который поддерживает сама же маргарин. Да, да. Ну, приблизительно, да. Скорее, да. Вы понимаете, что это и есть домогогия, вот этот посыл, вот этот самый ангажированный посыл, который бы только может быть. В любой стране нет. Если мы не про посты, говорим вообще, вот в жизни приходилось ли вот что-нибудь сделал, вам оборудоваться обоим. Сделал и потом подумал, чёрт, не надо было. Это достаточно часто история с моим характером. Ну, как часто, ну, раз в месяц, раз в два месяца. Нет, ну, мелочи, конечно, всякое такое бывает. По большому счёту, вот по большому, если я помешал, я, мне кажется, жалею в своей жизни. Только о том, что я не сказала своему бывшему мужу раньше, что у меня есть другой мужчина. Мне кажется, это единственное, о чём я в своей жизни жалею, за что мне в своей жизни стыдно и хотелось бы повернуть назад и переделать. А когда наросла броня против недоброжелателей? Или просто вы всегда были таким сильным человеком? Нет, я почему? Маргарит, в какой-то момент мне всё равно, что думает. Я не поверил в этот момент. Маргарит. А я поверила в доверчивое. Наросла броня? Я скажу тебе, что мне всё равно поверил ты или нет. Ты обидишься. Вот это 105. Понимаешь, да, нахалить постоянно. Это бодрить. Это бодрить. Расскажу. Я очень рано начала работать и вот в своём городе очень рано начала быть каким-то заметным человеком, человечком маленьким в отрасли, в тусовке, ну, в журналистике, скажем так, своего города. А поскольку... А своего города, всё-таки, напомните, я моложе. Краснодар. Да, вот вдруг кто-то вот. Поскольку я, Тигран и Евгений, чуть-чуть вас моложе, то... Когда я начала свою карьеру, это уже всё было. Тогда не было там Твиттера и Фейсбука, но были форумы. Они были очень распространены. И у нас в городе они тоже были на форумах. Всё на свете обсуждалось. И вот мне 18-19 лет, у меня начинается карьера, а она у меня сразу рванула. Прямо вперёд, потому что я сразу уехала в Чечню на войну, меня заметили, меня стали из Москвы заказывать сюжеты. Ну и, конечно, не всем это всё нравится. Ну, какие-то коллеги меня любили. Это у меня то же самое было в школе. Я была круглой... Но больше нет. Да, больше нет. Я была круглой отличницей в школе. А мои одноклассники, пока я в Америку не уехала, у нас не было даже хорошистов. То есть, представьте, я круглая отличница, а все остальные троечники и двоечники. И, конечно, какая-то часть... очень просто. Расскажи, когда... Ненавидно. Но большая часть меня любила, потому что я всем давала списывать, за всех всё писала и делала. И когда я уехала в Америку, не скажу, что из-за этого, но класс был настолько... Ну, по меркам школы, это была спецшкола, настолько отстающим, что ещё и я уехал, и вообще непонятно было, зачем этот В-класс сохранять. И оставили только А и Б. На этих форумах сразу стали писать. Да, конечно, у неё же папа. У меня папа никто, чтобы вы понимали. Просто пенсионер в Краснодаре. Ну, совершенно... Абсолютно незаметный человек. Кипиди пишет ремонт холодильников. О нём никогда слышать и знать. Он занимался там молодостью ремонтом холодильников. Потом он пытался какие-то делать, что называется, гешефты, какие-то полубизнесы, полумутные. Что все делали в 90-е, да? В общем, не секретарь, а в кома бы. Что-то пытался, пытался, ничего у него не получилось. И в итоге, ну, всё, сидит дома, и мы с сестрой там ему помогаем жить. Вот. Ну, это же обязательно надо было писать. То есть, конечно, у неё папа, да за неё армянская диаспора заплатила миллион долларов. Там, я говорю, слушайте, отдайте... Если бы армянская диаспора бы платила за кого-нибудь, что это... Отдайте кэшем, я не буду работать вообще. Это тоже ещё одна легенда об армянских диаспорах. Что платят за всех. Но помогают всё-таки. Ну, как мы танцуем за всех? Кому они помогают? Ну, подождите, а что, не правда? Армяне армянам. Ну, армяне армяне помогаем в частном порядке. В частном порядке? Я тебе честно... Я никогда не слышала об армянской диаспоре и ни с кем не общалась в армянской диаспоре. И армянская диаспора не проявляла никакого интереса, пока я не стала уже в Москве заметным, известным человеком. И вот на форумах стали это бесконечно писать. Какую-то полную ерунду, что я в Чечне на каблуках. Я вот прям это запомнила. И когда я это прочитала, что я в Чечне на каблуках ходила... Мальчики сидели в окопах, а я шла вдоль окопа на каблуках и наступала им на руки. То есть, во-первых, в Чечне на каблуках... Кинематографично. В Чечне на каблуках, Михалкова. Увидел просто. В Чечне на каблуках в декабре месяце, когда я туда ехала. Но самое главное, то есть они-то прячутся в окопах. А я такая смелая, что я вдоль окопа, под пулями же получается, раз они прячутся на окопах, хожу... Ну, то есть там логические несостыковки были. Я когда это прочитала, я просто расхохоталась. И... Ну, это мне... Это было 20 лет на секундочку назад. И у меня с тех пор вот это вот отношение юмора к этому ко всему, оно и осталось, потому что мне это казалось таким смешным. Смешным. И... А Тигран переживает. Я не переживаю. Я же так... Вопрос... Тигран переживает. Я его сейчас... Я пойду туда... Да, я пойду туда... Да, успокойся, что ты реагируешь. Я реагирую, и мне действительно становится неприятно, если это справедливо.